Этой осенью Щелковский историко-краеведческий музей отмечает 55-летие, и все мероприятия посвящены красивой дате. В том числе традиционный круглый стол, тема которого на этот раз – роль музея в современном обществе. Выступление краеведов, историков, музейщиков предваряло церемонию награждения друзей музея и своих сотрудников, душу вкладывающих в работу учреждения. Музей преображается с каждым днем именно их руками. Поэтому в коллективе нет случайных людей. Восхищаюсь профессионализмом всех сотрудников, которые работают именно нашим классным музеем. Музей, как живой организм, должен постоянно развиваться. Это давно уже не выставка пыльных экспонатов под стеклом. И Щелковский историко-краеведческий музей доказывает, что стремится соответствовать современным трендам. Здесь всегда интересно и не скучно. Директор музея Наталья Богданова напомнила, как год за годом музей осваивает и преобразует свое прирастающее, например, выставочным залом в ДК имени Чкалова, музейное пространство. Как используют находки. Например, посетители очень любят заходить в телефонную будку или крутить фотобарабан. Недавно открылась часть новой дореволюционной экспозиции в большом зале первого этажа. Не остались незамеченными в культурной среде Щелкова выставки в необычном формате. В частности, светомузыкальное шоу к выставке «Снег, Никс, Сноу» и «Настоящие собаки в стенах музея». В рамках фотовыставки некоторые ангелы выбирают шерсть вместо крыльев. Представители других музеев Подмосковья тоже рассказали, как освежают свою работу. Например, в музее-заповеднике Абрамцево устроили летнюю школу для детей. В «Электростале» организовали школу юного экскурсовода с обучением и выдачей образовательных сертификатов. А мытищинский историко-художественный музей и вовсе сотрудничает со службой внешней разведки, устраивая выставки о легендарном советском разведчике-нелегале Рудольфе Абеле. Как всегда, ярко выступил владелец усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. Он уже не первый раз участвует в музейных мероприятиях. Рассказал и пригласил всех посмотреть, как он развивает усадебную территорию. Но главное, что больше всего всех интересует, как дела с реставрацией главного усадебного дворца. Тоже рассказал. В следующем году, я думаю, за летом мы очень серьезно продвинемся. Отреставрируем практически все, кроме главного дворца, который находится в самом тяжелом положении. К сожалению, кирпич делался на местном заводе с краплениями извести. Это уже не кирпич, это пыль. Ну, что есть, то есть. Мы не боимся. Я думаю, примерно за четыре года полностью реставрация будет завершена. Неизбежно и непрерывно сотрудничество музея с краеведами. Частные исследователи своими изысканиями с помощью богатых музейных фондов вписывают новые и новые страницы в историю Щелковского края. В этот день встретились и обсудили, над чем сейчас работают Георгий Ровенский, Эмилиан Федоровича Бирака, Надежда Подзорова и другие авторы книг и публикаций. Татьяна Иванова, например, восстанавливает историю застройки Щелковской и Мещанской слободы разных лет. Сегодня мы знаем ее, как улица Советская. Дом 122, я с него это разрешить иначе, но принадлежу богатых музееву Федору Ивановичу Панову. После его смерти в блажении досталось его сыну Василию Федоровичу Панову, который здесь совершал древний фикарм и логику. Примечательно, что Василий Федор входил в число первых семей жителей Мещанской слободы, который подписал прошение о строительстве Троицкого собора. А вот он, дом Пановых, и вот что сейчас в нем располагается Совет Депутатов. Выступил с лекцией о роли музеев в малых городах архитектор Алексей Воробьев. Энтузиасты из поселка Загорянский рассказали о создании своего Центра культурного притяжения Музея братьевки Сель-Загорянских и Дачной культуры, а также об археологических исследованиях в окрестностях поселка. Круглый стол, как всегда, стал интересным и полезным для тех, кто интересуется историей своей малой родины. А культурные мероприятия, посвященные 55-летию нашего музея, этой осенью еще продолжатся. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.